Приветствую вас, дорогие друзья, на курсе ораторское искусство и уверенный голос. Меня зовут Михаил Пайкин, и сегодня мы будем заниматься выразительностью. Вашей выразительностью. Очень важно понимать, что если мы невыразительны, это значит, что у нас работает рептильный мозг. Это мозг, который остался нам от динозавров. И у него есть три реакции. Это замри, остолбеней, это когда вы чувствуете ступор, когда вы не знаете, что говорить, когда вы чувствуете себя беспомощным, не понимаете, что делать и как бы цепенеете. Вторая реакция это беги, это когда у вас дрожат колени, потеют ладошки, выделяется адреналин. Вы чувствуете, надо бежать, срочно куда-то бежать. И вот такая дрожь, это как раз реакция беги. Это желание куда-то убежать, спрятаться, уйти из этого дискомфортного места, в котором вы ощущаете себя в опасности, потому что вы на виду, вы привлекли внимание, вы выступаете и хочется убежать. И третья реакция дизить, это когда вы становитесь агрессивным, непонятно почему, у этого нет никаких причин, и тем не менее вы чувствуете какую-то агрессию, вы начинаете нападать, зачем-то, между прочим, оправдываться и защищаться, это тоже в каком-то смысле вербальная агрессия. И наша задача с вами перейти в творческое состояние, это первая задача сегодняшнего урока, повысить вашу выразительность, перейти в творческое состояние и начать двигать всем телом. И первое, что мы с вами будем делать, мы будем дышать и будем чувствовать, как у нас поднимаются руки и ноги. Да, мы делаем вот такие вот движения, сейчас поделайте их вместе со мной. И так, знаете, широко поделайте такие широкие движения, отлично, вы поделали, я надеюсь. И теперь мы будем эти широкие движения делать с дыханием. Отлично, надеюсь, у вас тоже это получилось. И так, мы делаем широкие движения, делаем широкие движения с дыханием и звуком. А теперь давайте попробуем делать широкие движения руками и ногами, когда мы двигаем всем телом, усиливается наша выразительность. Вот смотрите, я сейчас буду с вами разговаривать и буду стоять по стойке смирно. Видно, что что-то не то Как будто ощущение какое-то не очень приятное, дискомфортное Человек напряжен, и вы тоже напрягаетесь И когда с вами разговаривает человек, который двигается свободно, что-то говорит И даже, видите, моя речь стала как будто более эмоциональной Потому что я, и чем больше я буду двигаться, тем выразительнее будет моя речь И когда я двигаюсь всем телом, то мое тело передает вам также информацию Итак, мы немножко подвигались с движением, дыханием и звуком И сейчас мы будем двигаться разнообразно Мы поднимаем руки, поднимаем ноги широко И звучим, и стараемся это делать разнообразно, так чтобы себя удивлять Здесь задача, чтобы вы делали непроизвольные движения руками Наша задача обмануть рептильный мозг, потому что когда мы делаем неожиданные движения И рептильный мозг не успевает контролировать Он отключается и как следствие мы перестаем цепенеть, убегать и агрессировать И входим в творческое состояние Пожалуйста, поделайте это упражнение и напишите мне, как изменилось ваше состояние После того, как вы подделали это упражнение, ну хотя бы в течение 5 минут Отлично! И после того, как мы с вами сделали это упражнение Давайте проведем эксперимент Я попрошу вас сейчас говорить на какую-нибудь тему И вы не будете знать, что это за тема Заранее вы не подготовитесь, только если вы второй раз это видео посмотрите Вы будете говорить на какую-то тему И ваша задача будет широко жестикулировать, размахивать руками и ногами Я, например, сейчас поговорю на тему мандарин Мандарины это прекрасные фрукты Они растут на деревьях, в основном на елках Можно также жонглировать мандаринами и лететь куда-нибудь Очень важно понимать, что вы не должны говорить связанный, понятный, логичный текст Отпустите на волю свою фантазию Можно говорить любые глупости Главное в этом упражнении освоить навык свободного движения Так, чтобы вы, когда вы говорите, не замирали Чтобы вы дышали, свободно двигались и получали удовольствие И сейчас ваша задача поговорить на тему Огурцы! Поехали! И можете скинуть мне ролик Как вы это делаете, если вы хотите получить от меня личную обратную связь До встречи в следующем уроке!